Всем здравствуйте! Хочу поделиться с вами своими впечатлениями о данной модели. Недавно получили эту модель Lenovo K900. Данный обзор является как просто распаковкой, так как смартфон поставляется с прошивкой англоязычной, английский и китайский язык. Поэтому, когда прошьем эту модель на полноценный русский язык, сделаем хорошую прошивку ей, тогда снимем для вас полноценный обзор. А пока хочу просто поделиться впечатлениями, и показать, в какой коробке поставляется данная модель. Коробочка вся вот такая вот интересная. Вот такая вот надпись Lenovo K900. Давайте посмотрим, что поставляется с телефоном. Поставляется он вот в таком вот пакетике. Увлаживается вот так вот. Есть у него специальная штучка для micro-SIM. Так как это цельный смартфон, он не открывается. Покажу смартфон чуть позже. Также в комплекте есть инструкции, стандартный USB кабель, наушники, точнее это гарнитура, нет это наушники. И зарядка стандартная, без переходничка. Так, давайте посмотрим наш смартфон. Смартфон, ну, сказать, что он бюджетный, язык не поворачивается, потому что смартфон очень дорогой. Смартфон по цене флагманов современных от Samsung, от HTC. Смартфон продается по цене в районе 4,5 тысячи гривен, как минимум. То есть, мы даже продаем дороже. Значит, смартфон выполнен из очень качественных материалов. Сзади у нас металл, это вот такая вот клееночка. Спереди у нас Gorilla Glass, 100%. То есть, вы можете видеть, насколько изящен данный смартфон, насколько у него очень такие интересные формы. Смартфон очень тоненький, около 7 миллиметров. Достигает он толщину. Он довольно-таки большой, то есть, в руке вот он такой увесистый, такой добротный. По поводу экрана. Экран у нас здесь Full HD, то есть, тут 1920 на 1080 точек. Экран очень яркий, углы обзора великолепные. Как видите, прошивка у нас, скажем так, китайская. Очень много китайского софта. Если кто не понимает, о чем речь, данная модель, это именно тот Lenovo, который набирает в Antutu порядка 27 тысяч баллов. То есть, больше, чем сейчас Samsung Galaxy S4. Вот эти данные. По информации девайс сейчас в топе номер 3. То есть, он даже первый. То есть, я не знаю модели, какие мы могли его обогнать по производительности. Единственное, что у меня возникает несколько таких сомнений по поводу запиленности этого железа, вот этого Intel процессора Intel Atom Z2580 с частотой 2 ГГц. Под наши современные игры. То есть, будет ли это железо отрабатывать все то, что на него возлагается. Также из интересных моментов можно отметить, что здесь реальных 2 ГБ оперативной памяти. Тут 16 ГБ встроенных. Процессор работает в диапазоне частот от 800 до 2000 МГц. Омега Герц 1920 на 1080 пикселей разрешения. Ну и это именно Lenovo K900. Из того, что мы запускали на этом смартфоне, на этой прошивке, это вот одна единственная игра, которая была запущена, точнее установлена с завода. То есть, давайте посмотрим, как он будет с ней работать. Но я вам скажу так, что работает он супер. Обязательно его перепрошьем, будет полноценный русский язык, будет плеймаркет наш, европейский, скажем так, удобный для нас. И тогда мы сделаем полноценный обзор. Так, что тут у нас? Ну так, по первым впечатлениям, модель супер. Просто дизайн сшибает на повал. Металлический корпус, стеклянный экран спереди. То есть, ну, супер. Мне очень понравилась эта модель. А там посмотрим. Сейчас посмотрим игрушку и будем заканчивать. Ну, вот так вот идет эта игра. В принципе, все. Прошивка вот. Еще раз показываю вам прошивку. В принципе, стандартные тут менюшки. Все-все на английском языке. Немножко даже вроде бы подлагивает. Или это такой, скажем так, эффект непонятный. Вот настройки. У него тройные настройки. То есть, все основные функции разделены. Вот основные настройки по экрану, памяти. Все-все-все-все-все. О телефоне информация. То есть, фирменная прошивка от Lenovo стоит. Ну, очень плохо, что она англоязычная. Все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Обязательно будет обзор на эту модель в русском языке. Всего доброго.